Сегодня библиотека – это не только храм книг, это центр досуга и образования для многих людей. Здесь проводятся конференции, встречи с писателями и художниками, мастер-классы, выставки и презентации. Детская библиотека «Юность» привлекает своих читателей встречами с авторами, которые помогают детям понять красоту слова, прививают любовь к книгам. Герой встречи в неделю родительской любви – писатель Михаил Туруновский. Моя первая литературная премия была мною получена в Казани, в России, где я родился, вырос, закончил Казанский авиационный институт. Там моя первая книга стала призером конкурса «Книга года», номинация детской литературы. Вторым моим литературным призом стала литературная премия «День колесника». Ему начать теперь это библиотека – это замечательно. Ну, кроме этого, у меня есть победы в таких крупных литературных конкурсах, как «Мгинские мосты без границ», это «Санкт-Петербург». Следующая моей достаточно крупной победой – это была победа в конкурсе, значит, в драматургическом, в Минске, «Франциска Карина и современности». Там я получил первую премию за свою пьесу, посвященную Франциску Скорине. Ну и пока последняя, я надеюсь, не последняя, а крайняя. Это «Ялта», «Крым». Победа в заочном литературном конкурсе «Чеховские мотивы». Там я тоже получил первую премию за свой рассказ. Продолжаю писать, участвовать в конкурсах. Имею очень большие планы на свою будущую, так сказать, творческую работу. Инициатором этой по-теплому домашней встречи с детьми выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Васько. Депутаты не только участвуют в законотворческом процессе, но также и мы организуем очень интересные мероприятия для разных категорий населения, это и для взрослых, и для детей. Книга «Интересно» — это такой своеобразный творческий проект, в котором участвовали также учащиеся художественные школы имени Алонсова. Они сделали иллюстрации вот к этому изданию. И для ребят, которые сегодня участвуют в мероприятиях, это ребята средней школы номер 10, а также ребята домов семейного типа, которые расположены у нас на улице Воснецова, мы делаем презентацию вот этого издания. Михаил Туруновский — человек слова, и его выступление действительно завораживало. Глаза детей, услышавших сюжет книги, говорили сами за себя. Каждому ребенку захотелось ее прочитать. У меня дома любимый кот, как раз-таки по кличке Бакс. Я его очень люблю, опекаю, наблюдаю за ним, естественно. И вот из первых наблюдений за своим котом родился как раз образ этого самого Бакса, который здесь очень хорошо прописан. И потом все остальные образы вокруг него, так сказать, прилепились, вокруг этого моего толстяка. Получилась такая детективная история. Это просто книжка для домашнего чтения, для того, чтобы родители и дети могли вместе провести время, отдохнуть и повеселиться. Это очень легкая книга, она снимает напряжение, ее читают с удовольствием взрослые, смеются, пишут мне, что я поправил настроение, помог справиться, так сказать, от плохих мыслей, лечиться и так далее. То есть это книга для семейного чтения, для легкого, веселого чтения, она очень смешная. Для Михаила Туруновского творчество для детей имеет особый смысл, поскольку именно его собственные дети повлияли на то, что он стал детским писателем. И семейные ценности для него — это самое главное. Я своим детям, у меня две дочери, теперь уже взрослые, конечно, когда они были маленькие, я всегда читал на ночь книжки, сказки. Так же со мной поступали мои бабушки, дедушки, они так же всегда мечтали. Это тот опыт я принес у своих детей. И когда младшей дочери я прочитал все свои книги, взял следующую книгу и как бы по кругу начинал читать, дочь мне сказала, папа, мы это с тобой уже читали, взял следующую книжку. Она сказала, мы это с тобой читали. Я говорю, дочка, мы с тобой прочитали все. Тогда придумай. Я говорю, как придумать? Ну так возьми и придумай. Я говорю, про кого ты хочешь, что я придумал? Пусть будет книжка, сказка про зайцев, которые живут в лесу. Хорошо. Но эта встреча не одна в рамках недели родительской любви. Мероприятие для мам и особенных деток провели также и в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста. Для малышей и их родителей был организован концерт, мастер-класс и сладкий стол. У нас уже сложилась хорошая, добрая традиция встречаться и на праздники, и оказывать разные виды помощи. Но сегодня у нас выставка-конкурс лучших мам и пап. Сегодня наши семьи смогут увидеть, какими глазами смотрят на них дети. Они смогут порадоваться успехом своих детей. Дети смогут посмотреть, что умеют их родители, потому что для них подготовлен мастер-класс исторического танца. И сегодня мамам придется попотеть на танцполе, чтобы их дети порадовались за их успехи. Виктория Гапутина, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.